Призывникам обещают легально выдать белый билет. Фирма, которая оказывает подобные услуги, обычно активизируется во время призыва. Цена вопроса не маленькая, но это просто обман, утверждают в военкомате. Законно, что называется, откосить от армии нельзя. Ну а если у новобранца есть объективные причины не идти служить, его и так не призовут, бесплатно. Репортаж Ларисы Соловьевой. В военкомате горячая пора, идут медкомиссии, на них не ставят диагнозы, подчеркивают врачи, а только делают заключение, годен молодой человек в службе или нет. С каждым юношей работают тщательно, ведь в случае возвращения призывника из-за невыявленной болезни практически ЧП разбирается в прокуратуре. Но дело не только в этом. Мы крайне не заинтересованы в том, чтобы нам вернули больного из армии. Если имеются заболевания, особенно сердечно-сосудистые системы, при получении нагрузок могут дать осложнения, которые могут привести к самым неприятным последствиям. Вот это самое страшное. Но последние два года на комиссию стали приходить со своими представителями. Призывники обращаются к юристам, которые обещают помочь с получением отсрочки или военного билета. Чтобы найти такую фирму, далеко ходить не надо. Вот военкомат, а вот юридическая компания. Сегодня в городе работает таких несколько. Обещают призывникам легально не пойти служить в армию. Правда, не бесплатно. Прайс на сайте одной из таких компаний. 19 тысяч отсрочка, 29 тысяч диагноз, непригодный для службы. Но, как объясняют по телефону, точная цена зависит от случая. Вот у меня брат, он совершенно здоров. У него как бы нет причин не идти в армию, но очень не хочется. Вот есть какие-то шансы? Конечно, мы работаем только легально. Для определения цены необходимо знать тонкости и нюансы в следующей ситуации. Насколько легально найти болезнь у здорового человека – вопрос. Но конечное решение в любом случае выносит военно-врачебная комиссия. Весной 12 человек пришли со своими юристами. Но на ход дела это не повлияло. Те, кто имели реальные заболевания, они получили от строчки. А те, кто не имели основания для освобождения от службы, они пошли служить. Это, в общем-то, мошенничество. Потому что у них нет таких полномочий выдавать военные билеты. Вот и в роликах под названием «Как мы работаем» нет ни слова о том, как эти фирмы работают на самом деле. Между тем, в призывных комиссиях столкнулись с другой, более серьезной проблемой. Призывники скрывают свои заболевания, чтобы пойти служить в армию. Лариса Соловьева, Евгений Проскуряков. Тюменское время.